Еще раз доброе утро. Барченко Петр, компания Архитект Дизайн. Суббинар по системе подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ на базе продукта Fusion 360. Демо-пример. Я его уже делал, и мы его рассматривали в рамках такого продукта как Inventor.com. Две конкурирующие системы, одна облачная, другая платформенная. Кстати, рассмотрим различия между этими системами и чем Fusion более привлекательный. Я для вас эту сборку загрузил из Inventor. Она присутствует во Fusion. Состав ее можно посмотреть. Значит, у нас есть оснастка, у нас есть изделия, закрепленные на этой оснастке. Вот, соответственно, с помощью вот таких прижимных приспособлений. Вот, соответственно, я сделал сразу заготовки в виде деталей. Ну, это достаточно просто и удобно, потому что такую деталь и заготовку обрабатывать не составляет никакого труда. Кстати, по поводу вот прижимной штатке тоже возникает много вопросов, где ее там можно взять. Значит, вот из моего опыта одна из, наверное, наиболее известных компаний в области прижимных всяких приспособлений – это вот Mighty Bytes, американская компания. Они занимаются только всякими прижимными, так сказать, технологическими приспособлениями. То есть, это вот такого плана, как во Fusion, вот эти вот губки Pitbull называется, да, вот, потом всякие вот lockdown системы позиционирования, да. То есть, ну, очень интересная, так сказать, номенклатура прижимных приспособлений – это совершенно чудесное решение. Многие опробованы лично, ну, могу только сказать же, дикий восторг вызывает, да. Дикий восторг, потому что все, так сказать, на любую систему есть, ну, давайте откроем то, что я использовал, на любую систему есть чертеж, есть 3D-модель, есть вот всякие, ну, то есть, она болтом, то есть, ты покупаешь систему, ее устанавливаешь и пользуешься, вот, ну, чудно просто. То есть, вот есть размерный ряд – это чертеж, каким образом нужно устанавливать ее в, так сказать, приспособлении, есть детальное описание, по-моему, не здесь, а в каталоге, детальное описание по, а вот, да, по усилиям, которые, так сказать, вот момент, который, так сказать, с помощью винта можно создать, да, и прижимаемого усилия, да, которое, так сказать, создает данное приспособление. Ну, вот, в частности, для работы мы использовали и такие приспособления, и многие другие, совершенно, так сказать, чудные. Вот, ну, и уж, коли пошли про оснастку говорить, еще вот есть компания Кип тоже, чудные тоже различные решения, прекрасные совершенно, есть 3D-модель, так же, прям, то есть, можно любую взять, так сказать, любую оснастку, вот, есть спецификации, есть размеры, и тут где-то, так сказать, можно даже скачать 3D-модель, то есть, можно использовать в своем проекте, как, собственно говоря, я здесь и сделал. То есть, я взял это все с сайта Майкибайк, скачал и использовал в работе, быстро, удобно. Так, значит, по оснастке, оснастка это, собственно говоря, там, кубик, да, на который установлены, на который установлены три способа, что-то такой вот кубик, базовые поверхности, да, прижим, отверстие для, отверстие, а карманы для прижимных элементов, соответственно, ничего сложного. Первую обработку мы делать не будем, значит, для того, чтобы переключиться в режим программирования, здесь, в левом углу, кстати, можно закрыть, в левом углу, вверхем, раздел «Монофекция», вот, соответственно, здесь вот мы переходим в режим программирования. И здесь, как бы, в данный момент открыт раздел «Программирование трезерного станка», следующий раздел «Программирование токарного станка», аддитивная технология, то есть это 3D-печать, «Инспекшн», это что касается обмеров, да, с помощью измерительной головки, ну и раскрой, вот, поутилитной, ну и различные утилиты, да, которые, так сказать, облегчают работу. Значит, вот, в частности, здесь нам с вами предстоит обработать вот такое вот изделие. Значит, наверное, начать стоит разговор о библиотеке инструментов, значит, вот она вызывается таким образом, она немножко отличается от того, что предлагает инвентар КАМ, но идеологически она такая же и почти даже так же выглядит, хотя она мне нравится, честно говоря, больше, потому что она более интересно сделана, тут есть больше элементов фильтрации, в общем, достаточно интересная. Значит, библиотека Local – это ваша библиотека, в которую вы можете создавать свои собственные библиотеки инструментов. В частности, я вот сделал библиотеку Webinar Tools, здесь будут, так сказать, здесь будут все инструменты, которые используются в примерах, такой вот целый набор, да, и samples, да, то есть это примеры инструмента, которые вообще имеются в данной библиотеке. Что здесь удобно? Удобно их фильтровать, вот здесь вот есть с правой стороны фильтры, например, вы можете отфильтровать сразу фризерный инструмент, можете, так сказать, отфильтровать инструмент, связанный с сверлением, ну и тут есть подразделы, да, где вы можете, например, выбрать, значит, церковки сверла, центровки, разверки, да, эти самые пушечные сверла, что-то еще, ну, в общем, метчики лево и право, соответственно, можно также фильтровать по диаметру, по длине и, ну, по различным, по материалу, да, который, так сказать, мы, из которого сделан данный инструмент, то есть быстрорезающая сталь, покрытая, быстрорез покрытый, да, карбид, это, соответственно, твердосплавный инструмент на основе карбидового альфрама, да, и керамика, ну, это понятно для тугоплавких и сложно обрабатываемых материалов. Соответственно, здесь вот производится фильтрация. Если вам, так сказать, понадобился какой-то инструмент, например, фреза для обработки, так сказать, как она, господи, троцевых поверхностей, да, вот, соответственно, выбираете ее, да, вот она, здесь о ней можно посмотреть информацию. Если вы на основе этой фрезы хотите сделать свою собственную, ну, правой кнопкой мышки выбираете, копируете, переходите дальше сюда, вставляете ее, вот, и здесь производите ее тонкую настройку. Значит, здесь можно произвести описание, соответственно, например, у нас эта фреза будет, например, 32 миллиметра диаметра, 5 зубьев, да, вот. Производитель там, ну, пускай будет наше название, так сказать, наш OO Jazzle, продукта I-01, соответственно, и так далее. Ну, а дальше настройка идет, значит, количество зубьев, 5, вот у нас 5 зубьев, материал. Ну, пускай будет кормить вольфрамы, значит, твердославные, твердославными пластинами, диаметр 32 миллиметра. Диаметр вала, соответственно, ну, пускай будет там 30, да, вот, значит, длина сборки, ну, здесь, наверное, не знаю, насколько правильно, все-таки обычно до тарта шпинделя, то есть вот этот размер должен стоять вот примерно до этого места, до тарта шпинделя обычно указывается длина инструмента, ну, пускай будет сто, вот, значит, длина режущей кромки, соответственно, то есть не режущей кромки, а длина сборки, пускай будет 50, это высота части, связанной с расположением пластин, пластинка 6 миллиметров, угол на конце пластинки 0,25 пускай будет, ну, и, так сказать, если фреза может иметь наклонную, черновые обделочные фрезы, они имеют обычно наклонную поверхность, ну, у нас здесь будет много. Тут вся информация о держателе, она не очень интересна, вот это вот больше импонирует, значит, здесь информация о тех патронах, которые, ну, обычно производятся промышленностью и наиболее популярны, то есть, СТ-40 это конус, это, так сказать, он же называется еще, еще ИСО-40, да, он же называется еще ИСК-40, БТ-40, в общем, у него много различных наименований, соответственно, он здесь наиболее популярный представленный, соответственно, вы можете применять, соответственно, есть также заготовки для 50 конуса, например, вот 40, то есть, вот, например, БТ-40, значит, СТ-3 это его длина, о, этот самый, да, 0,40 это тот самый танговый патрон, типа Е-32, о, Е-40, да, вот, то есть, ну, такого плана, ну, вот, достаточно большой список, можно, так сказать, попытаться выбрать что-то, что устраивает вас, да, вот, соответственно, каким-то вот таким образом, ну, оставим вот так, применить, а, да, еще забыли, так сказать, дойти до самого важного параметра, и это параметры резания, режима резания, соответственно, здесь мы задаем либо скорость резания, например, 600 мм в минуту для алюминия, вот, он автоматически пересчитывает частоту вращения, вот, соответственно, значит, здесь задается подача, значит, это скорость шпиделя спид, фидрейт это подача, вертикал фидрейт это подача врезания, вот, ну, остальное, собственно говоря, не очень важно, значит, скорость резания мы определили, фидрейт, значит, рассчитывается исходя из подачи на зуб, для такой фрезы, обычно это, ну, не менее чем 0,1, значит, мы получаем на зуб, да, у нас 5 зубьев, получаем вот такую вот замечательную совершенно подачу в 3 метра в минуту почти, соответственно, скорость врезания, ну, обычно, ее, так сказать, где-то, наверное, ну, половину обычно от этого, ну, мы ставили просто обычно 300, потому что на этот момент на отладке, да, ты можешь внимательно, так сказать, успеть нажать кнопку стоп, до того, как что-то непоправимое произошло, да, соответственно, охлаждение здесь выбираешь либо водяное, либо через инструмент, либо воздушное через инструмент, в общем, различные типа, типа охлаждения, ну, вот, пускай будет обычная подача не через шпиндель, а, так сказать, боковую. Ну, и важный, очень важный момент, связанный, опять же, отчасти и с токарной обработкой, здесь вот галочка стоит Life Tool, это говорит о том, что этот инструмент вращается. Если вы в токарной обработке собираетесь, например, задаться вопросом сверления отверстия, и вы выбираете в качестве инструмента сверлом, и пытаетесь им в обычном токарном, так сказать, в токарной операции просто с подачей, так сказать, инструмента сверлить, не убрав галочку Life Tools, у вас постпроцессор будет всегда ругаться на то, что у вас в постпроцессоре не предусмотрен приводной инструмент. Вот, выбрав эту галочку Life Tool, да, вы можете спокойно перейти к сверлить. Ну, у нас, поскольку у нас, значит, здесь инструмент вращается, мы эту галочку оставляем. Ну, и если у вас, к примеру, установка какой-то, например, старой, или станки непромышленные, ну, то есть, скажем так, станки с ручной сменой инструментов, здесь тоже необходимо поставить галочку Manual Tool Change, в этом случае он будет выполнять процедуры, которые вам позволят совершенно спокойно менять инструмент без его, ну, то есть, не будет никаких вопросов связанных с тем, что операция, там, смена инструмента будет выполнена неправильно. Применяем. Говорим, клоус, поскольку инструмент мы выбрали, а, то есть, мы сделали инструмент. Теперь, значит, с инструментом мы более-менее разобрались, теперь можем переходить с вами к вопросу задания заготовки. Это определение системы координат заготовки и задание системы координат, то есть, задание системы координат заготовки и определение заготовки, да. Соответственно, раздел CETAT, вот, убираем CETAT, соответственно, он выделяет все, что входит в данный объем. Ну, и нам с вами надо совершенно спокойненько, не переживая, начать выбирать те элементы, которые нам в первую очередь нужны. Ну, а для того, чтобы было немножко проще, начнем с того, что определим, где будет у нас находиться ноль заготовки. Ну, и заготовки, вот, для данной поворотной планшайбы я предлагаю выполнить на центре вот данного патрона, ну, не подробно, а стола, да, поворотного стола, поэтому здесь выбираем SELECTED POINT и указываем вот эту вот грань круглую, да. Вот у нас автоматически поместилась система координат, переместилась на торец этой самой, да, этой планшайны, да. Значит, теперь, как мы видим, ось X у нас направлена с осью X станка на ось Y направлена с осью Y станка. Если при этом необходимо будет что-то поменять, здесь вот можно выбрать, например, направление осей X и Y, то есть можно поменять, например, ось X и ось Y. Вот в частности, что у нас, проще, указать ось X, ну, то есть, конечно, будет направлена в эту сторону, да, тогда ось Y у нас будет направлена, соответственно, вот в эту сторону. Ну и надо обратить для того, чтобы, а, правильно, ось X должна всегда быть направлена в ее. Соответственно, если все это дело не нужно, можем использовать модели orientation, за это, собственно говоря, успокоиться. Теперь очень важно указать модели, то есть те детали, относительно которых будет определяться снимаемый материал. И для этого, в принципе, надо вот погасить заготовки и вот указать те модели, те детали, которые будут являться обрабатываемыми детальками. Вот, соответственно, это у нас то, что будет обрабатываться. С помощью кнопки свитча мы можем указать те элементы, так сказать, данной сборки, которые являются технологической оснасткой, да. Вот, таким вот образом, соответственно, вот таким вот образом. очень удобно следить, что вот, обратите внимание, в браузере, да, в дереве построения, вот здесь вот они подсвечиваются, да, те элементы, которые мы с вами выбрали. Вот, соответственно, таким вот образом, да. Теперь нам с вами для того, чтобы закончить выбор, подготовку заготовки, нам необходимо выбрать саму заготовку. Для этого нам переходим на вторую вкладку. И, собственно говоря, в заготовке мы выбираем FromSolid, то есть мы укажем вот эти вот подготовленные заранее и входящие в контекст сборки твердые тела, которые будут являться заготовкой. Ну и вот, после этого мы нажимаем ОК и, собственно говоря, у нас обработка с вами создана. Теперь мы с вами можем спокойно отключить эти заготовки для того, чтобы они не мешали работе над созданием управляющей программы. Так, значит, ну, типичный процесс обработки начинается с, так сказать, обработки торца детали. И здесь мы выбираем FaceMilling, открывается библиотека инструмента. Здесь мы выбираем тот инструмент, который мы с вами создали, а именно вот эту фрезу. Вот ее характеристики, значит, параметры инструмента, размеры пластины, все, что мы с вами создавали, да, материал, интерфейс патрона к шпинделю, да, и параметры режима лезвия, соответственно, говорим Select. Все эти параметры режима загружаются автоматически сюда. Значит, дальше нам необходимо, ну, если это необходимо указать, значит, тот элемент, который будет обрабатываться, да. Ну, здесь автоматически произошел выбор, поэтому мы говорим ОК. Ну, вот, собственно говоря, ну, потратился немножко, ну, тем не менее. Значит, здесь произошел, то есть правильно все выбираем. Теперь по высотам, да, значит, здесь очень важно в фрезеровании это параметры, по которым происходит подвод инструмента, врезание и обработка. Ну, здесь вот автоматически нам предлагается 10 миллиметров, это высота до, так сказать, начала опускания. Ретракт это возврат инструмента при смене траектории, значит, вырезание и, собственно говоря, глубина обработки. Ну, здесь вот видите, возможно, то есть задано все относительно верха модели. Если в каком-то случае, так сказать, вы можете, во-первых, использовать существующие параметры, во-вторых, вы можете с помощью, так сказать, селекта выбрать тот участок поверхности, тела, в общем, любой элемент конструкции, который может являться ограничением, да. Ну, в частности, мы здесь оставим, ну, давайте сделаем так, select и укажем вот эту вот часть, она будет являться у нас низом обработки. Ну, и дальше параметры самой обработки. Значит, так, сначала вот параметры обработки. Значит, перекрытие наиболее важный. Давайте поставим 15 миллиметров для того, чтобы более чистая поверхность была. Значит, в обе стороны, то есть, как вот видите, траектория строится таким вот образом. Так, значит, у нас примерно 5 миллиметров припуска было, поэтому мы сделаем по 2 миллиметра обработку и финишный шаг, единичку, и поставим, например, 800 миллиметров в минуту подачи, для того, чтобы получилось просто зеркальное почти поверхность, да. Вот. Значит, припуск по обработке оставлять не будем. Ну, и говорим окей. Вот у нас таким образом построено. Значит, мы можем теперь посмотреть, произвести процесс симуляции обработки и посмотреть, что же у нас происходит. Ну, вот таким вот образом, что что-то орла оно немножко только происходит, но тем не менее. То есть, для видеоролика, конечно, это не очень красиво, но с точки зрения, так сказать, обработки финальной, это нормально. Значит, обращаем внимание, что здесь мы можем видеть внизу цветовое распознавание. Синеньким обозначен материал, который предстоит снять. Зелененькое – это то, что наши детали, красненькое, если у нас происходят какие-то зарезы. Ну, в данном случае у нас никаких зарезов не произошло. Поэтому здесь все в порядке. Значит, что еще здесь можно интересного найти? Здесь можно найти информацию о процессе. То есть, если мы его запустим заново, вот здесь, обратите внимание, координаты бегут, операция написанная, позиция инструмента, частота вращения шпиделя, подача, значит, объем снимаемого металла, скорости, очень много интересного. Из статистики вы можете посмотреть длину траектории, которая, так сказать, получилась в результате данной обработки и время самой обработки. Вот. Соответственно, если здесь все как бы устроило, ну, тогда окей. Значит, если вы видите, что где-то произошло неправильное вырезание или удары, вот, можем, так сказать, сбоку следить за процессом. Куда-то он убежал только. То есть, можно включить, видим, что, да, так сказать, не происходит процесса. То есть, можно, на самом деле, поставить здесь галочку о том, чтобы, допустим, во-первых, по операциям, во-вторых, по инструменту, в-третьих, по... Например, если произойдет, так сказать, этот самый... Сейчас, вот, стоп он коллежин, да? То есть, если произойдет, дай бог, удар, то можно, это самое, на этом месте остановиться и посмотреть, где, в какой момент, и что там друг друга зацепило. Так, ну, с обработкой ей закончили. Рассказываю, наверное, излишне подробно. Вы, наверное, и так уже все это дело умеете. Значит, дальше наиболее популярные методы обработки – это высокоскоростная черновая обработка. Значит, есть вот такая, называется она «адаптив флиринг», то есть адаптивная черновая обработка. Соответственно, под нее нужен инструмент. Значит, возьмем 10-миллиметровую фрезу. Я, кстати, ее не редактировал. Можно это дело... Давайте сразу перейдем сюда. Значит, скорость резания для алюминия... Ну, давайте те же 600 поставим. Значит, она у нас будет... Здесь она будет у нас двухзубая. Она будет у нас кормит. Значит, диаметр, ну, пускай будет 10. Значит, это 10. Общая длина. Так. Длина эта. Длина режущей кромки. Ну, пускай будет 25. Так. Значит, подача... Подача у нее будет 0,1. Соответственно, вот она рассчитала, исходя из наших характеристик, рассчитала параметры режима резания. Акцент. Выбрали инструмент. И... Снова займемся вопросами программирования. Значит, здесь нам нужно обработать вот эту внутреннюю часть. Максимально быстро выбрать общий объем материала. Для этого мы здесь выберем раздел Selection и укажем вот этот вот контур, в рамках которого инструмент должен произвести обработку. Не забудем также указать раздел Tool-Inside Bonder. То есть, инструмент находится внутри этого кармана. И все, что снаружи, он не трогает и не обрабатывает. Так, значит, здесь еще оставляем. Значит, глубина обработки можем указать. Select вот до этого уровня. Соответственно, здесь параметры... Параметры создания траектории. Значит, 4 миллиметра это нагрузка. То есть, это сколько фреза за раз будет снимать. Глубина резания 10 миллиметров. Ну, можно поставить, например, поскольку у нас высокопроизводительная адаптивная обработка. Можно сделать вот так вот. Значит, примерно 40% от диаметра инструмента можно использовать. Ну, мы инструмент бережем. Поэтому 2 миллиметра, 20 миллиметров глубина. Это почти полная глубина работы фрезы. Вот. Ну и говорим окей. Ну вот, автоматически сейчас будет создана траектория обработки. Значит, обращаю вот ваше внимание, да. Давайте посмотрим теперь, как это все вместе работает. Значит, запускаем процесс симуляции. Вот таким вот образом разгоняется карман. Глубины фрезы сразу не хватило, как вы можете заметить. Да. И вот за два приема, так сказать, создается черновая обработка. Ну, мы с вами создавали здесь черновую обработку и оставили припуски пол миллиметра на стенку и пол миллиметра на, так сказать, дно. Ну, это нужно для того, чтобы, так сказать, сделать красиво и подобрать потом, так сказать, подобрать контур, да. Вот. Значит, этой же фрезой мы, вот этой же будет много-то, дорогие, шок маленький. Значит, соответственно, нам нужно будет теперь сделать чистовую обработку стенок. Соответственно, для этого нужно 2D обработка. Соответственно, контур. Выбираем инструмент. Мы с вами возьмем какой-нибудь готовый. Соответственно, отфильтруем с помощью фильтра. Это милинг. Это флэтмил. Соответственно, вот она предлагает фрезы. И мы смотрим, да, какая фреза, так сказать, нас здесь, наверное, устроила бы, да. Вот. Ну, например, вот такую возьмем. Соответственно, для того, чтобы создать чистовую обработку, выбираем карман. То есть вот траектория, по которой она должна обработать. Соответственно, глубина, выбираем тут максимальная глубина обработки до указанного контура. И здесь в параметрах обработки необходимо еще указать, что у нас будет по глубине обработки несколько шагов. Максимальная глубина обработки 15 миллиметров. Да, вот видите, он подсказывает, что у нас, так сказать, режущей кромки не хватит, да. Вот. Соответственно, 10 миллиметров – это вот очень важный момент, который даже при выборе инструмента нам подсказывает о том, что мы с вами не совсем корректно производим обработку. Вот. Подводы и отводы, да. Сказать, забыли. Высота безопасности. Значит, ну, давайте посмотрим, что он сделает сейчас. Вот. Ну, и подсказывает то, что есть предупреждение. Это очень важно. То есть это не, скажем так, ошибка траектории, но это очень важный звоночек для того, чтобы спасти инструменты-заготовку. Потому что, скорее всего, будет что-то не совсем, ну, хорошее. Либо запрет, либо сломает инструмент. Ну, и перейдем сразу к чистовой обработке и посмотрим. Значит. Ну, здесь получилось так, что предупреждений нет. Но, значит, это предупреждение связано с тем, что у нас режущая кромка, она затирает вот эту боковую стенку, потому что недостаточно длина режущей кромки инструмента. Вот. Ну, таким образом происходят процессы обработки. Соответственно, также есть сверление отверстий. Вот. Это, наверное, наиболее интересно, потому что здесь для сверления отверстий, соответственно, вы можете выбрать подходящий инструмент. Давайте возьмем, что у нас тут есть. 5 миллиметров. То есть, обратите внимание на отображение, да. Свердельный патрон, вставленный через переходник по конусу Морзе в этот переходник, то есть в оснастку, в шпиндельную оснастку на базе конуса ISO 40 в шпиндель. И, соответственно, да, и давайте вот эти боковые отверстия просверим. Ну, к примеру, у нас уже, так сказать, все обработано. Значит, для этого, для того, чтобы вот такое многосилую обработку осуществить, необходимо переориентировать ОСЗ. И вот мы показываем, что ОСЗ у нас будет направлено уже сюда. ОСХ, ИК они сохраняют свое положение. И теперь нам нужно с вами показать, значит, отверстие. Вот Holy Face надо указать, да. Соответственно, выбираем. Здесь есть инструмент, ну, платный, входит в пакет расширений Мошенник Extension. Там автоматическое распознавание есть отверстие, то есть это своего рода менеджер стратегии. И он, конечно, очень здорово помогает с точки зрения, когда у вас сложные пресс-формы или, так сказать, другие легенды. Вот, значит, здесь очень важно еще указать, поскольку мы вот этот карман с вами еще не обработали, да. А такое бывает, что сначала делают отверстие, а потом уже обрабатывают карман, например, по каким-то соображениям технологическим. Важно показать, откуда будет начинаться процесс сверления. То есть Fusion 360 раз познает его, что отверстие начинается вот с этой указанной кромки, да. Но это неправильно, потому что у вас еще есть вот эта вот толщина, и если вы, так сказать, туда подойдете на подачи ускоренной, то сверло, скорее всего, сломается. Поэтому мы берем Selection и указываем, что вот у нас высота, с которой будет происходить процесс сверления. Ну, только надо, конечно, сверло выбрать чуть-чуть поменьше, там, трехмиллиметровое, по-моему. Значит, метрик. Так. Ну, давайте просто копируем, да и все. Copy to. Так. Edit. Останавливает. О, Cutter. Так. Значит, количество вяжущих кромоколоков 2. Диаметр 3. Так. Это так. 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 Ну. Будет 35. Такая будет. 40. И, не знаю, до этого, 42. Вот. И нажимаем на «Черк». Окей. Соответственно. Ну и давайте тоже подняем процесс. Вот. И промоделируем все операции, которые у нас имеются. так. Значит, вот у нас процесс симуляции. Взглянем подальше. Черновая обработка карманов. Чистовую я включил пока. Вот. Обратите внимание, да. В данном случае здесь произошла коллизия. То есть, из-за того, что у нас вот эта заготовка не обработана, не хватает вылета инструмента, очень близко к этому происходит удар. И вот, во-первых, здесь мы видим наш колено временной, а во-вторых, по этой галочке вот у нас остановилась. Соответственно, мы можем с вами здесь выполнить какие-то действия, да. Ну то есть, либо более длинное сверло, либо другая державка, либо, так сказать, произвести здесь обработку для того, чтобы подойти, либо сделать патрон ER11 на длинной ножке и сверлить им, да, с предварительной центровкой отверстий для того, чтобы сверло не увело. Ну то есть, какие-то предпринимательные технологические особенности, которые бы позволили решить эту проблему. Вот. Ну и по поводу управляющей программы много вопросов возникает. Значит, хотел бы показать, что у нас, во-первых, здесь с вами имеется вот на форуме речь о постпроцессорах, особенно для таких систем, как MATCH 3. Вот. Значит, тут целое описание, плюс есть сам постпроцессор, на MATCH 3. Ну и можно, собственно, ознакомиться с тем, как его редактировать и что нужно редактировать для того, чтобы, так сказать, включать оси А, Б, А или Б, да, потому что все зависит от расположения головки, так сказать, поворотной головы, а часто ее приходится иногда менять. вот. Соответственно, по управляющей программе, значит, вывод управляющей программы осуществляется с помощью этого самого течет. Постпроцессора, да, выбирается постпроцессор. Я вот специально уже заранее выбрал постпроцессор MATCH 3, соответственно, ось А или ось Б. вот. Ну и говорим пост, соответственно, просят указать, куда будет сохранен. Вот здесь он сохранен, открывается редактор постпроцессов, и здесь мы видим, что, соответственно, вот она управляющая программа. У нас с вами была ручная смена инструмента, и это, наверное, самое интересное. Так, а там тут не было. Сейчас давайте-ка мы поменяем в этом инструменте, откроем его, откроем эту операцию, откроем инструмент. его отредактируем, поставим здесь галочку, что Monal to change, окей, select, окей, перегенерируем всю траекторию, на всякий случай он делает обработку данного, и выведем программу, значит, обратите внимание, еще раз программу, да, и вот здесь, все равно по T2-M6, сразу, ну, ладно, значит, здесь задавлю вопрос отдельно. В идее здесь должна была быть остановка по M0 для того, чтобы произошла, так сказать, смена, правильная смена инструмента. Ну, и здесь вот, видите, справа, так сказать, с правой стороны тут вот можно просмотреть всю программу, здесь вот эти вот координаты движения инструмента, адаптивную обработку, вот. программа достаточно большая, ну, с точки зрения обработки она короткая. Значит, в шапке мы видим инструмент, который будет использоваться, ну, и команды, которые, так сказать, делают предустановку станка. А, да, обратите внимание, что вот, значит, вот она четырехосевая обработка, да, G0, A0, B0, соответственно, устанавливают начальное положение. Ну и давайте сверление возьмем, оно где-то у нас в конце было, где-то в самом конце. Соответственно, вот дрилл, соответственно, вот, значит, M9 – это отключение СОЖа. Значит, M1 – вот он, опциональный стоп, да, T32, M6 – это смена инструмента на позицию 32. Значит, потом, после этого запускается шпиндель на 5000 оборотов в минуту, поворачивается ось на ОА на 270 градусов, включается подача СОЖ. Позже 0, переходим на координаты XY, соответственно, такие. Это самая коррекция инструмента, плоскость XY. Позже 0 опускаемся на Z по 85, ну и дальше, так сказать, цикл сверления. Вот, цикл сверления. Ну вот, такая, собственно говоря, процедура, так? Вот, время как быстро пролетело. Значит, что касается управляющей программы, мы тоже с вами рассмотрели. Отдельно есть вот такие вот платные функции, входящие, так сказать, в платную подписку продукта, который называется «Мошенник Экстеншн» – это расширение для фрезерной обработки. Пакет очень интересный и важный. О нем, вот, есть целая статья на сайте нашего дистрибьютора по компании point.tat.ru. Ссылки я оставлю в прикрепленном комментарии. Значит, соответственно, почитать можно будет, что дает вот данные инструменты. Вот, соответственно, ну, дополнительные деньги к стоимости, так сказать, фьюжена. Но, обратите внимание, даже по фотографии видно, что для, так сказать, при изготовлении пресс-формы и литейных форм это имеет большое значение, потому что, так сказать, есть разница в стратегии обработки. Ну, и там достаточно много интересных всяких моментов, связанных с обрезкой траекторией и так далее и тому подобное. Поэтому, в общем, отдельно можно это дело будет ознакомиться, либо задать вопрос мне или моим коллегам. вот, значит, контакты есть. В принципе, хотел рассказать больше, но время поджимает, поэтому давайте пока остановимся. Пожалуйста, ваши вопросы, а я попробую на них поотвечать. Коллеги, если кто-то хочет голосом задать, могу предоставить слово. Поднимите, пожалуйста, руку, я вам включу микрофон. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, задавайте вопросы. Ну, если особо вопросов нету. Так, постпроцессор перестал работать. постпроцессор именно функция Surface Speed. Ну, давайте посмотрим. Семей, вы можете мне на почту написать. В рамках вебинара мы сами понимаем, не сможем решить проблему. Хорошо, что вы обозначили ее. Еще раз давайте я сейчас свои контакты предоставлю. Напишите, пожалуйста, письмо. Вот почта. Соответственно, я постараюсь вам помочь. Ну, обязательно решим эти проблемы. Так вот, контакты еще раз. Так, ну, коллеги, если вопросов нету. Спасибо за ваше время, спасибо за внимание. Очень рад был всех видеть. И тогда до новых встреч. Если интерес у вас появился с этим вебинаром, мы тогда на регулярной основе их увидим, будем рассказывать о каких-то новых возможностях и вообще, может быть, проведем некий курс обучающий по работе с Fusion 360 и ряд коротких вебинаров, может быть, не в таком формате, но на нашем канале, на YouTube. Там, понятно, тех дизайн, будут появляться. Так что приходите, подписывайтесь. Там есть и другие полезные вебинары по продукту Lastodesco. Ну, и в ближайшее время будут появляться вебинары по другим, так сказать, решениям. В общем, всех будем рады видеть. Еще раз спасибо за внимание, хороших выходных и хорошего рабочего дня. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok